Всего хорошего. Хорошо вам провести время. Садитесь. Выпьете кофе или лимонада. Я нет, не знаю, как Алехандро. Не беспокойтесь, большое спасибо. Ещё одна. В следующий раз мы обязательно примем ваше приглашение, но сейчас у нас заказан столик. Ловлю вас на слове. Доброй ночи. Пока, Хенероса. До завтра. До завтра. Всего доброго. Счастливо вам. Пока, сынок. Ещё одна. Ах, дорогая, какой приятный парень твой начальник. А его невеста... Настоящая куколка. Жаль, они не остались. Как должно быть здорово идти в замечательное место. Немного развлечься. Ах, дочка. Когда-нибудь у тебя появится возлюбленный. Хороший парень из нашего квартала. И какой же там подарок, Россио? Мы всё ещё его не достали, мама. Это шутка идея Рамироса. Над ним однажды так пошутили. Подарок упаковали в 12 коробок. Мне это так понравилось. Да, да, действительно, очень мило. Футляр. Открой в Россио. Кольцо. Обручальное кольцо. Россито. Надеюсь, ты его примешь. А с тобой что? Ну-ка, объясни. Ты так много пьёшь. Ты не из тех людей, кто заливает своё горе вином. Сегодня мне очень хочется напиться. Из-за грусти и печали. Сегодня такой день, когда кто-то любимый должен быть рядом. Чтобы обнять его, поцеловать. Я не понимаю, почему у тебя до сих пор нет девушки. Почему? Но кто? Кто? Не знаю. Зато я знаю. Это всё из-за Марии Мили. Ты никак не можешь её забыть. Надеюсь, что ты примешь это обручальное кольцо. Какая красота. Очень красиво. Надеюсь, оно подойдёт тебе. Какая красота. У вас хороший вкус. Ты разрешишь мне одеть его тебе на палец, Россио? Ничего себе. Но и новости. Дон Рудейсио, не то, чтобы я хотела вмешиваться, но вам не кажется, что это привносит совсем другой смысл вашим визитам. Мы принимаем вас в этом доме как друга, но... Именно так, Доня Эхенероса. Мне кажется, сейчас самый подходящий момент поговорить с вами, чтобы просить у вас официально руки вашей дочери Рассио. с вашего разрешения и благословения обручиться с ней. Зная, какой вы честный и положительный со всех сторон человек, Дон Рудейсио, я принимаю вашу просьбу, Дон Рудейсио, и даю своё родительское благословение. Отдаю вам руку, Рассио. Ты счастлива? Очень, очень, очень. А ты? Кажется, мы задаём друг другу дурацкие вопросы. Да, очень глупые. Это естественно. Или это мы потихоньку сходим с ума? Когда люди влюбляются, они теряют голову. Тогда, вне всякого сомнения, мы сошли с ума. Окончательно и бесповоротно. Дай-ка я тебя поцелую. При всех? Да. Я хочу, чтобы все видели, как я счастлив. Я так счастлив, Рассио. Я хочу, чтобы ты знала, что сегодня я самый счастливый человек на свете. Рудейсио, мы должны поговорить. Да, конечно. Нужно обсудить много вещей, касаемых свадьбы. Всё, что нужно для этого купить. Полотенце, постельное бельё, скатерти. Вы, женщины, лучше знаете. Я не это имела в виду. А что тогда? Понимаете? Дело в том, что... Да, конечно, понимаю. Это естественно, что тебе стыдно. Не поняла. Это ведь очень интимный вопрос. Неудивительно, ты ведь такая скромная девочка. Рассио, мне бы хотелось, чтобы ты говорила мне «ты». Хорошо? Просто в сложившейся ситуации у нас теперь такие отношения, мы так близки, что мне не нравится, что ты мне выкаешь. Ты ведь моя невеста. И у нас есть веские причины говорить друг другу «ты». Это как-то более современно. Более правильно, что ли. Чёрт возьми. Сколько времени я искал спутницу жизни. Как ласточка. Помнишь, Рассито? Ласточки, лето. Жительницы дальних стран. У них такая душа, их ничем не удержать. Знаешь, когда я раньше ездил на своём грузовике, я всё думал. Сколько женщин. Такой большой город, а я один. С распахнутыми крыльями Рассито. Искал, кому отдать своё израненное сердце. Теперь я, наконец, нашёл ту женщину, которая этого заслуживает. И вот я здесь крылья сложил. И хочу построить уютное гнёздышко для нас двоих. Рассио, я хочу тебя поцеловать. Теперь, когда я надел тебе на палец это кольцо, я хочу подарить тебе мой первый поцелуй. Нет. Рассио, мы ведь помолвлены. Руденсио, заберите своё кольцо. Оно мне не нужно. Но... Простите, я не могу выйти за вас. Я вас не люблю. Я не люблю вас. Не люблю, Руденсио. Как это ты меня не любишь? Этого не может быть. Простите, Руденсио. Я не хотела причинить вам боль. Я очень ценю то, что вы выбрали именно меня, что подумали обо мне. Но я не хочу вас обманывать. Вы этого не заслуживаете. Я молчала, потому что не хотела, чтобы вы страдали. Но сейчас будет лучше, если вы узнаете правду. Но... Да, да, возможно, я должна была сказать вам об этом раньше. Мне очень жаль, вы пришли с обручальным кольцом, а я не могу его принять, Руденсио. Я не могу быть вашей невестой. Но почему, Рассио? Потому что я люблю другого мужчину. Кого? Кто тот мужчина, которого ты любишь? Кто он? Кто тот мужчина, который выяснил? 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 Продолжение следует...